Итак, всем привет, с вами Добга, продолжаем мы играть за Францию в Age of Imperialism. В серии мы уже начали войну с Британией, и потихоньку её выбиваем на море, в воздухе. Ух, это больно. Они, видимо, бумажные самолётики запускают. И на земле уже, в принципе, мы практически победили. Пришло время выставки в Британию, а также выставки в все острова в Средиземном море. Их там, на самом деле, немного. Нету Кипра, Гибралтар не придётся захватывать, как обычно, потому что мы через Испанию-то прошли всего лишь что-то болеоры, по-моему. Да, болеарские острова, точнее. Захватим Сардинию, вернём Корсику, я о ней немножко забыл, и Кипр. И после этого Средиземном море полностью будет безопасным, и мы сможем сфокусироваться на остальных территориях. Поехали! А первым же действием мы идём вот сюда перехватывать вот этот вот флот, который без организации должен очень плохо себя показать в теории в бою. И мы их нашли. Ребята! Это джекпот. У них просто ужасные статы, и они просто сейчас игрушка для битья. Подходит ещё какой-то флот... А, нет, это уже отходит. Ну да, мы им очень много урона носим, и более того, сейчас они отойдут, а мы найдём их снова. Мы найдём их снова? О, да. И знаете, что самое крутое? Что у нас всё это время генерал качается просто нереально. Нам очень нужно, чтобы он прокачался. Хотя, в принципе, если мы победим сейчас британский и японский флот, то останется только американский, но... Он слабее этих двух объединённых флотов, так что это не сильная угроза-то. Нашли мы их пять линкоров. Пять линкоров потеряли защиту и уничтожены. И здесь ещё одни битвы с ними. Ну-ка, вы вступите же с ними в бой, я надеюсь. Да? Алло? Приём. Ну, может, сейчас нет, но... Вот сейчас. Не хотят. А, и ещё. Вот они, наши новые, модненькие линейные крейсеры, которые пополнили наш флот. Теперь мы ещё страшнее. Кстати говоря, стоит вправить, чиниться некоторые корабли. Потому что иначе они потом будут ремонтироваться очень долго в мирное время. А ещё я сюда пересылаю побольше штурмовиков, чтобы они сейчас здесь начали бомбить тоже флот. Тоже это нам очень поможет сейчас. Но я, кстати говоря, так и не могу найти их флот, к сожалению. Хотя, вот сейчас, вот сейчас нашёл. Видимо, они уходили, а сейчас вернулись в этот регион. Проверяют, какие у нас корабли слишком задамажены, и их отправляем домой. Остальные уже будут участвовать в следующем бою. И вот он, британский флот. Кстати говоря, с организацией, но он чувствует сразу, что он слабее и отступает. Мы потеряли эсминец, кстати. О, ну с линейными крейсерами это как всё сразу ожило, а? Урон сразу чувствуется другой. И линейные их корабли тоже отмирают. Вот это сила, как раз таки, больших кораблей. И добиваем оставшиеся вот здесь вот корабли. И чувствую, Британия, а это, кстати говоря, гордость флота. Кстати, про гордость флота мы можем в теории поставить тоже. Опыт, поддержка войны, не сильно интересно. Давайте какой-нибудь тогда недокачиваем за этот флот. Ты наша теперь гордость. Да. Был бы у этого парня ещё перк на атаку при гордости, было бы ещё круче. Но нету и ладно. Стоит всё-таки съездить, поремонтироваться, я считаю. Ну вот сюда хотя бы. Потом вернётся. Это вот обратно на свою миссию. Мы очень неплохо проредили британский флот. Прям очень. Всё ещё там много кораблей, но... Но, как показывает практика, мы их всех топим. Корабли, видите, очень старые. И здесь, кстати говоря, авианосцы. Не такие уж и устаревшие. Но остальное всё достаточно старое. В большом количестве новых кораблей нету. И говоря, наша армия колониальная достигла Венесуэла успешно. И теперь мы тут тоже попробуем перейти в наступление. У нас ещё и Мексика на нашей стране, кстати говоря. Это приятные новости. Это тоже нам поможет. На Южноамериканском фронте. Секваря, Беритания высадилась. Я этого не заметил. Это уже неудачно получилось. Давайте-ка здесь вот в Аравии перейдём в наступление. А вот этим следует заняться. Вот этим генералом, пожалуй. Так. Вот этот флот, который у нас здесь ремонтировался, пускай он переходит сюда в патрулирование. А, это армия. Конечно, высаживается. И мы нашли вражеский флот сразу же, кстати. Знаете, что мы сделаем? У нас тут есть эти корабли. Прекрасно. Давайте-ка они отправятся на поддержку. Потому что, почему бы и нет. Они успеют. В принципе, я думаю, до конца боя. Требители эти... Этой летели. Да, отлично. Британский флот. На одну. И сразу же ещё раз его нашли. Ещё раз атаковали. И куча просто британских тяжёлых кораблей улетела. Египет тем временем капитализировал. Прекрасно. Но мы продолжаем в Аравии двигаться. И здесь уже высадка успешно совершилась. Нужно лишь репидировать оставшиеся войска. Опять куда-то высадка. Я слышу, идёт. Видите? Плевать. Греция. Плевать. Плевать. Окей. Ну и выбьем уже британцев. Которые решили, что они могут высадиться в Италию. Ну, придумали. Ой, я тут уже планировал высадки. Смотрите-ка. Но наши союзники... Это... Поляки. Вау. Сделали это быстрее нас. Молодцы поляки. Что я могу сказать? Реально молодцы. И говоря, тут высадка уже началась. Я даже пропустил этот момент. Потому что не я сделал морское преимущество. Но... Мы и так захватили. Отлично. Всё. Ладно, здесь не всё. Остался всё ещё вот этот остров. Он отдельно от этих. Окей. Но после этого, да. После этого острова будет всё. И вот... Что это за чудо? Это... Ну, давайте вот это чудо. Чтобы не было ничего вообще. Но тогда Средиземное море наше. И можем начать готовить мою выстку во... Британию? После этого. И я нашёл ещё один кусок британско-японского флота. Мы идём на перехват. Главное только успеть. И мы успеваем, да? Ну-ка. Тоже на же. Да. Да. Всё. Я сначала был не уверен, но да. И они отступают. Параллельно оставляя часть кораблей отдыхать на дне моря. Но мы не даём им далеко уйти. Сразу же догоняем. И да. Ещё на кто-то в помощь идёт. Это японцы. Они вообще успеют? Да. Это были, видимо, японцы. Раз они появились. Ну, хотите помогать, помогайте, ребята. Я-то не против. Только больше кораблей удобрит земли Ла-Манша. По-моему, сейчас пеританский флот просто закончится. Он тебе говорил, что хоть он не качественный, но его просто много. Он уже кончился. Его уже даже немного. Он уже даже меньше просто, чем наш. Осталось лишь несколько авианосцев из крупных таких кораблей. Но вот сейчас уже и не останется. Победа над морем у нас, по-моему, тотальная. И безоговорочная. То есть корабли отправим поремонтироваться, чтобы их случайно не потерять в битвах. Но мы готовы вторгаться. Давайте-ка, что у нас здесь с этими кораблями? С этими, точнее, вторжениями. Отправимся. Захватим. Нету превосходства, вы шутите? Давайте. Превосходство создаём. В течение здесь, а вот здесь вот. Из-за этого можно будет точно сказать, что, ну вот, теперь всё. В Африке тем временем мы продвигаемся всё дальше и дальше, как и в Аравии. И здесь тоже наша, на самом деле, позиция увеличивается всё. Кроме того, наши союзники неплохо пробиваются здесь, стоит нашу авиацию, переназначить на новый регион, кстати говоря. Ну, здесь, я думаю, не последнюю роль играет. Всё-таки, кроме нас здесь штурмовики никто не закинул. Тактические, да, закинул. Но штурмовики, конечно же, тамажат побольше. Министр, да-да-да-да, очень интересно. Вот, а теперь, готовлю я уже выставку вот так вот. Здесь видите, порты укреплены. Я уже, на самом деле, исследую большие самолёты, чтобы стратегии делать. Но, я думаю, до них мы уже не успеем. Плот наш полностью этот отремонтировался. Хотя, я и не думаю, что мы с кем-то уже будем воевать на море. В ближайшее время. Я не знаю, где пританский флот, но, по ощущениям, вот здесь вот. Просто... Просто стоит, ремонтируется. Они, как только выйдут, кстати говоря, как только мы захватим порты, скорее всего, будут перехвачены вот этим флотом и уничтожены. Тоже приятная для нас новость. Но мы дожидаемся просто, пока... Будет готова вот эта выставка. Это уже, кстати говоря. Ну и дождёмся, пока челы дообучаются. И потом будем высаживаться. У нас сразу же танки есть на готове. Вторые танки есть. Новые на готове. Собственно говоря, мы готовы, как никогда. Смотрите-ка, доменён Канада задалась. И растущая мощь нового мира. Смотрите-ка, таинственная теория. Мощь тысячи... Гнев, тысяча солнца. Это, так понимаю, не о ядерной бомбе, видимо. Над проектом атомной бомбы. Да, так и есть. Ну смотрите-ка. Мы тоже начинаем уже исследовать атомные исследования. Вот здесь возьмём плюс 100%. С ним исследуем реакторы. Начнём строить реакторы. И потом под ещё одной соткой начнём делать атомные бомбы. В данный момент как раз у нас, я думаю, будут уже стратегии хорошие. Любопытный факт. Смотрите-ка. Федерация Бразилии смогла здесь вот захватить территорию. И Южная Америка почти покорена. На самом деле. Британия реально имеет только Азию как союзника. Это последнее, что у неё остаётся. Уже и в Африке, и в Аравии. Они почти потеряли все свои позиции. И остаются считанные, я бы сказал, дни до вторжения в Альпион. И в момент украли поляки. Ох уж эти поляки. Ну ладно, нам надо ещё тоже начинать атаку. Ох уж эти поляки воспользовались тем, что мы карлируем море. Взяли и атаковали. Здесь, кстати говоря, принимают аж 8 дивизий. Но, господи, как ты плывёшь? Что с тобой не так? Но мы всё равно заняли порт. Мы успели их выбить оттуда. Отлично. Я думаю, не последнюю роль в этом сыграла наша авиация. И, конечно же, обязательно мы должны занять Лондон, а не поляки. Но и так и происходит. Мы там первые оказались. Полякам просто хочется сказать о здоровье вашим, так сказать, правителям. Ну, как я и говорил, мы вот видите наступающие корабли из портов успели поперехватывать и поуничтожать. Британия реально осталась без флота. Управляются на 100-танки уже. Можно было, в принципе, и пораньше, но лучше позже, чем никогда. И они уже быстренько закрасят оставшуюся Британию. Ну, и вот тут уже все просто очень быстро. Без каких-либо шансов происходит. Британия капитулировала. Французская империя хоть часть получилась, слава богу. Но поляки, конечно, украли момент. И осталось капитулировать Цин и Японскую империю. Вопрос лишь в том, как это удобнее всего сделать. У нас есть острова там. А значит, что? Значит, мы с них будем высаживаться. Надо только доехать. Ну что ж, нашему генералу получена секретная, поручена секретная операция по достижению наших морских баз в Тихом океане, которые, видите, оказались нам очень полезны подготовки вторжения в Японскую империю. Кроме того, даже, я думаю, стоит отправить наши танки, но отправлять их по такому огромному пути очень опасно. Все-таки, я думаю, они должны поехать. Фот остался только у Японии. Кстати говоря, они такой, что и маленький, но по качеству он уже нашим не сопоставим, а у нас все количество не хромает, так что шансов, конечно, уже у них нет. Тем не менее, тем не менее, давайте, да, мы флот сюда отправляем. Подлодки здесь, я думаю, стоит уже убрать. Это уже не так эффективно. Следующая цель для наших подлодок Япония. Как-нибудь, я думаю, вот так. И туда же стоит наших шпионов перебросить, пожалуй. Кстати говоря, мы успели еще и британский последний флот перехватить. Вопрос, можем я, могу ли я как-то британищу выбрать? Да. Да, тяжелых кораблей вообще не осталось. Только два крейсера линейных и два тяжелых и подлодок тоже тоже. Так что помешать нам теперь вообще никак не смогут. Наш правый флот теперь идет в Тихий океан. И говоря, смотрите-ка, он выкачал себе совет диспетчера, значит, можно поставить селедную палубу. В теории хотел бы докачать ему еще и пресходная тактика, но очевидно это уже не произойдет. Верно, так что давайте-ка что мы возьмем? Торпедоносца? Для полных бомбардировщиков. Поехали. Вот, кстати говоря, уже прибыл. И давайте-ка отправимся искать японский флот. Померяемся с ним силами. Еще и есть флот Цина, кстати говоря. наша наша армада не хочет... А, слушайте, наша армада без организации. Давайте-ка вы отступите, ребята. Не-не-не. Вот так вот. Да. И восстановите сначала организацию. Потом уже можем поговорить дальше. А еще мы теперь кучу конвоев топим. Циня, что Японии. Тоже начинаем им промышленность подбивать. Очень неплохо, я думаю. Войска уже огибают индийский полуостров. Даже полуостров считается. Надеюсь, да. Иначе я буду выглядеть глупо. И уже совсем скоро прибудут на наши базы. И войска, смотрите-ка, достигли без особых проблем. Там же едут танки. Плывут точнее скорее. И убоги. Здесь японский флот выбрался в наши воды. Ну как? Я бы не назывался водой нашими, но так теперь здесь есть наш флот. Да, это наши воды. Он оттуда, я думаю, не вернется. Нашли мы его. И теперь уничтожаем, кстати говоря, у них еще и охранение нехорошее. Соответственно, наши торпеды в них должны попадать в большие корабли. Нам вынесли тяжелый крейсер. Вот эта новость. Видимо, он был нашим слабым твином. Мы успеваем его снова найти, этот флот. Я думаю, теперь мы не должны отпускать. Верно? Ну, да, так и происходит. Нет, ну, не весь, не весь, мало, слишком мало. Еще один раз. Это не тот. И вы воюете. Вот вы воюете. Скоря у них все серьезный флот. Не могут с нами соревноваться. Но недолго. недолго, да. И не хватает авианосцев, чтобы такие бои выносить. Ну, и уже поддержку. Кстати говоря, вот образом теряя поддержку, они очень себя в следующие бои очень ослабляют себя в следующих боях. Видите, то есть вот остались тяжелые корабли, но охранение 0. и теперь просто торпедируем и все большие корабли. Смотрите, как быстро по нему рон заходит. У нас реально вынесли еще один тяжелый крейсер. Параллельно давайте-ка а, потому что посмотреть, что с кораблями и поремонтировать раненые. Японцы не успокаиваются и присылают сюда еще один флот. Я подозреваю, что у них флот поделена куча метких фстаков. Господи, они реально линкор отправили на сопровождение? Вау. В целом, да, у них, видите, ударное соединение на кучу фстаков. Остальное все на сопровождении. Ну, удачи. К сожалению, из-за этого же они не успевали отступить, они здесь сопровождали конвои до определенного момента. Это вы ремонтироваться поехали, да? Нет. Это у меня здесь регион стоит все еще. Поменяем. Еще давайте-ка сделаем наш флот охотиком на конвое. Таким образом, мы в теории будем... Где у нас петра вторая? Раз, а можно вторую видеть? Нет, нельзя. А, вон там она. Нет. Странно. Допустим. И вот эти вот корабли, которые на защите, должны в теории встречаться с моим вот этим флотом. Нам, кстати говоря, стоило сделать вот так вот уже очень давно. Это нам же бесконечно облегчит жизнь теперь. Ну да, теперь мы видите, здесь все можем покрыть. я вижу, что у них здесь есть флот. Давайте переключаем в патруль. Его сейчас будем уничтожать. Там есть авианосцы, кстати. Хотя, самолетов на них я не заметил. Добавно. И нам не хватает немножко присутствова. В море бисмарка обратили. Вот так надо просто сделать. Справляемся. Началось вторжение в Японии. Но Ладно, не буду закончить в следующей серии. Давайте уже допьем этих ребят в этой. Давайте-ка переключим флот в поддержку. Ладно, не переключь, давайте вручную его сюда отправим. Смотрите-ка, мы займем вот здесь вот аэродром. И уж с него будем помогать. Сажаться на Касаки, хотя я не вижу. Ладно, нашел я. Нашел я там вражеские силы. Сколько у нас это займет? Два дня, нормально. А вы вот тем временем двигайтесь вот сюда. Поехали. Удалить можно. А здесь конечно же вот сюда пока они двигаются. Еще из флота мы помогаем им и авиацией. Отличная операция, высадка в Японии успешно выполнена. О, в этом моде, кстати говоря, сделал сухопутный путь в Корею. Это забавно. Это национальная территория? Да, это национальная территория. Но надо будет еще и Коре заняться. Кстати говоря, с одной стороны приятно, с другой стороны не очень приятные новости, потому что вряд ли мне тогда хватит капитуляция на Японии, мне надо будет сейчас снил и воевать там. И французы захватывают Токио. во время попытки ага, вспоминают попытку высадиться монголами. Ну да, враг заплатить своими головами, ибо это меньшее, что они могут сделать. Им это с рук не сойдет. Они, видимо, про нас, так, говорят? А нет, это про какие-то японские головы, которые не смогли защитить. Ну, спросите, кого хотите, мы практически закончили нашу кампанию. И тянем мы танки наши в Корее уже. Будем там наступать намного активнее. Тут ребята, кстати говоря, переходят на другой приказ, вот этот корейский, это не так приятно, но что поделать. И японская империя капитулировала достаточно быстро. Наши танки еще даже не полностью успели доехать до сюда. И мы сейчас будем через Корею ехать в Цинь. Начнем мы краски с Маньчжури. Здесь все национальное так, как я и думал. Но ничего. хотелось бы мне еще сюда больше пехоты перебросить, но не уверен я в счет этого. попробуем. Я не думаю, что они успеют доехать. Давайте сделаем. Так, так, но пускай едут, собственно говоря. А горнострелки тоже пускай активно участвуют в этом, но высадками где-нибудь здесь. Теперь я нашел еще и Циня флот. Мой флот туда долго-долго шел, потому что он был в Японии. Но тут мы тоже их разбиваем без особых проблем. Остался лишь последний соперник перед нашей мировой гегемонией. Высоки готовы. Достаточно быстро они подготовились. И мы отправляемся сразу из нескольких морских баз, сразу несколько их морских баз. так, я думаю, нашел перехвате да, это чудо. Нет, ему плевать. Ну, ладно. Здесь еще и не прикрытые морские базы оказались. Вау. Но мы не тормозим, а пользуемся этим моментально. Так, полное, полное это. Я подумал, что это про выстку. думал, ничего себя не придумали. Нет, это просто совпало с событием другим. и вот мы забираемся все побережье. Теперь можно организованно наступать просто в ЦИН. Давайте сделаем и так, пожалуй как-то вот типа так. А вы там крастье на третьей скорости все, что видите. Смотрите просто на эту армаду дивизий, которая едет на восток теперь в новые открытые территории. Ну да, сами то вы не откроете их. Но я в принципе и не хотел бы еще варскор получать. Хотя я думаю это уже не сильно важно, потому что эта война будет последней во Франции. Здесь у нас союзник. В США торгаться я бы сказал не сильно нам удобно. Более того, в США тоже себя достаточно дружелюбно с нами себя повели. Мы вместе Британию выбросили. Мы вместе сейчас в Асии на самом деле. Хотя не то чтобы вместе я видел их подлоски тут. Вообще то у нас общие интересы сейчас были и на основе этого я думаю мы сможем договориться о сотрудничестве и невмешательстве в разделении сон. То есть здесь будет американская зона влияния здесь будет наша зона влияния совместно с Россией но я бы сказал мы союзники но у нас все-таки позиция поважнее побольше. Тем более что как раз таки в наших этих можно сказать целях есть Бенилюкс есть Британия есть Германия есть Испания есть Швейцария США и России как раз к Нью-Сша у нас вообще нету но Россия наш союзник так что я думаю это достаточно справедливое рассуждение вот мы входим в Пекин будет ли какой-нибудь севент о Пекине да француз захватывает Пекин отлично вот это куча войск остается без снабжения потому что по морю да ладно здесь есть порт но они вряд ли что-то нормально получают то что у нас здесь конвои просто не пропускаются никуда а здесь последняя железная дорога была захвачена у них есть ну это желез дороги не в том направлении но с восток на север точнее туда ничто не идет так что война закончена можно сказать мы сюда еще дополнительная армия как я говорил привели пехотная вот сейчас сюда забирается и танковая сюда вот танковая пойдет больше по равнинным территориям в основном вот уже по любым в конце за эту войну потерялись всего 400 тысяч людей наши кто-то такой следователь что неинтересно наши соединяки всего в сумме потеряли 6 миллионов наши потери я бы сказал просто незначительные на фоне этого Россия потеряла 4 миллиона населения просто безумные числа враги же потеряли 11 большая часть из которых была краски нанесена потерять их франций ужасающие показатели новые амбиции царя ну-ка меня российской внешней политики а я так понял это просто они фокус прошли давайте дойдем вот они да так и есть так и есть это просто фокусы на вот эти вот войны но мы со всеми разобрались на самом деле воины были даже настройки простыми генерал не прокачивал все еще не мастер снабжения у него все еще всего лишь четвертый левел а враги враги оказались слишком простыми для нас что ли битв было недостаточно много генерал еще тоже думаю подкачался но тоже не слишком сильно так что ну такое все я ждал сопротивление конечно посерьезнее по жест более жестокому наверное и вот наступил этот долгожданный момент мировая война закончилась победа нашего альянса время делить на грампленное так сказать здесь оно не крашится если крашится я тогда просто продолжу без без деления что еще остается так давайте сделаем все быстрым вот такой обзор вдруг крашница здесь мы захватили все итальянские земли сделаем здесь марионетку здесь марионетку делать дороже поэтому захватили лобаня также будет нашей марионеткой все африканские колонии в Беликобритании переходят под Францию таким образом Африка полностью становится французской колонии за исключением небольших нейтральных территорий Португалии Америки и Эфиопии в Индии большая часть восточной отходит Франции здесь немножко яишка как обычно насрала Эфиопская страна получает небольшие колонии на западе северные колонии отходят в основном России то же самое делается и с остальными азиатскими территориями Франция получает большую часть Азии именно юго-восточной Индонезии полностью побережье Китая южная и восточная и также марионеточное правительство в центре Китая Россия получает север Корею и Японию под свой контроль бывшие колонии Великобритании в океане переходят под контроль Франции плюс Франция получает также бывшие японские острова в Тихом океане в Южной Америке Франция ничего не берет себе как и в Канаде это переходит под контроль Америки в целом я думаю мир неплохой Польша если говоря получила свои территории желаемые как и говоря Югославия надеемся что не крашнется и да игра выжила вау все как я и говорил в этом мире Афганистан стал забавным здесь все получилось не идеально из-за того что Иишка захотела провинции где-то у меня в середине это как обычно в целом мне нравится наш новый мир еще нужно повыделять варионеток но он уже неплох у нас здесь теперь союзник достаточно хороший с которым мы я считаю достаточно честно поделили все территории в западе просто нейтральная держава да у нас есть некоторые интересы в ней так сказать да в Южной Америке но я думаю мы сможем достичь баланса сил тем более что война была истощающей и новая война нам пока что не нужна возможно начнется какая-нибудь холодная война потому что и они и мы идем к ядерному оружию и они и мы достигнем вовремя но именно это я думаю поможет поддержать мир в будущем Россия же из-за того что ядерным оружием так сильно не интересуется останется все-таки скорее всего во второстепенных ролях хотя после получения современных технологий теперь уже французских вполне себе тоже сможет стать хорошим союзником это наше прохождение думаю закончилось вот мне очень понравился а с вами был Добгай подписывайтесь если еще вдруг не подписаны лайки комментарии как обычно и до скорых встреч